Здравствуйте, друзья! 2021 год в фигурном катании получился куда более насыщенным, чем 2020. Мировой спорт привык к ограничениям, и спортивных событий стало куда больше. Давайте вспомним самые значимые и драматичные из них. Александр Трусов в начале года ехал на чемпионат мира в качестве одного из основных фаворитов. Следующее покорение в лице главной его звезды Камилы Валиевой лишь только дожидалось своего часа. Турнир был невероятно важен не только тем, что это был реальный шанс для Александра стать чемпионкой мира, но он также мог закрыть сразу несколько вопросов о правильности перехода фигуристки к Плющенко и конкурентноспособности самой Академии в сравнении с Хрустальным Тутберидзе. Однако Александра провалила короткую программу, не выполнив простой для себя каскад тройной лут с тройной тулуп, закончив первый день соревнований на 12-м месте. И даже три четверных прыжка в произвольной программе не позволили фигуристке подняться выше третьего места, пропустив вперед даже Елизавету Туктамышеву. В итоге фигуристка вернулась к Этере Тутберидзе, а вояж Косторной и Трусовой в ангелы Плющенко оказался полнейшим провалом. Возвращение Алены Косторной к Этере Тутберидзе после неудачного во всех смыслах сезона в ангелах Плющенко с самого начала выглядела каким-то чудом. Алена спустя буквально месяц тренировок в Хрустальном во время шоу Тутберидзе выполнила заветный тройной аксель. Болельщики фигуристки были наполнены оптимизмом перед началом сезона. Однако Алене все не хватало стабильности. С приближением чемпионата России фигуристка, особенно после критики Даниила Глихенгауза, начала наконец прибавлять. И стало казаться, что чемпионке Европы после двух лет неудач вполне по силам доказать на чемпионате России, что ее зря списали со счетов. И тут случилась травма кисти на тренировке. А мечта об Олимпиаде так и осталась просто мечтой. Фигуристка, конечно, заявила, что не собирается сдаваться и останется еще на 4 года в фигурном катании. Однако, кажется, главный шанс в спортивной карьере фигуристки был упущен. Нынешний год для чемпионки мира прошел под девизом вопреки всему. В середине прошлого сезона Анна очень тяжело перенесла ковид. Тренерский штаб даже настаивал на снятии с чемпионата России. Однако фигуристка, буквально задыхаясь во время проката, сумела победить на национальном первенстве, обойдя даже Камилу Валееву. Затем была победа на чемпионате мира и летняя травма, которая отбросила спортсменку в подготовке к сезону назад на полтора месяца. В итоге к чемпионату России чемпионка мира подошла не в самой своей лучшей форме. И тем не менее Анна заняла третье место, завоевав, вопреки всему, место в составе сборной России. Дарья одна из тех фигуристок, у которой недоброжелатели значительно меньше, чем ненавистников. Кажется, что улыбчивая и скромная девушка, выполняющая свои сложные программы, хоть и без элементов ультра-си, не имеет хейтеров вообще. Поэтому серьезная травма, полученная фигуристкой во время разминки перед этапом Гран-при в Токио, когда плачущую спортсменку уносили на руках, никого не оставила равнодушным. Еще до травмы многие считали, что у Дарьи на попадание в состав сборной практически не было шансов. Однако, как показал прошедший чемпионат России, где Иоанна Щербакова и Елизавета Туктамышева ошибались, фигуристка вполне могла побороться за заветную путевку на Олимпиаду. Тем обиднее травма Дарьи. Очередным позором, к сожалению, уже традиционным в последнее время отметилась ИСУ. После всех этапов Гран-при, где российские фигуристы завоевали рекордное количество квот на участие в финале, главный турнир, который должен был состояться в начале декабря в Японии, был отменен. Буквально за две недели до старта соревнований Япония сообщила, что не сможет провести финал. Ну а руководство ИСУ в очередной раз доказало свою несостоятельность. Даже не предполагая о подобном развитии событий и не подготовив возможной альтернативы. Ну а вялую попытку перенести турнир на конец сезона никто не поддержал, ввиду отсутствия интереса к событию после Олимпийских игр. Елизавета весь прошлый сезон была стабильна и не ошибалась, показывая практически на каждом турнире свой максимум. И все же второе место фигуристки на чемпионате мира по фигурному катанию стало по большому счету неожиданностью. Однако этот успех вкупе с уверенными выступлениями в новом сезоне превратили ученицу Мишлина в лице большей части фигурной общественности в одного из главных фаворитов на чемпионате России. Однако фигуристка, которая так хорошо справлялась с волнением от турнира к турниру в течение последних двух сезонов, возможно, в самый важный момент в своей карьере не выдержала психологически, упав в короткой программе на своем любимом элементе – тройном акселе, поставив тем самым крест на успешном выступлении на чемпионате России и, как следствие, не попав в состав сборной России на чемпионат Европы и, скорее всего, Олимпиаду. Камила на контрольных прокатах перед стартом сезона упала дважды. Болельщики фигуристки, пометуя о некоторых неудачных выступлениях прошлого сезона, несколько напряглись. Однако фигуристка от турнира к турниру только набирала форму, переписывая раз за разом мировые рекорды. В итоге на чемпионате России Камила показала такой высокий уровень, что даже извечные критики российского фигурного катания не смогли не отметить того факта, что Камила находится на каком-то невероятном, недосягаемом уровне для соперниц. И уже сейчас многие называют ее сильнейшей фигуристкой за всю историю фигурного катания, хотя Камиле не исполнилось даже с 16 лет. Друзья, нам очень нужна и важна ваша поддержка. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии.